Залог победы в ежедневных тренировках. Юношеская команда по баскетболу школы Олимпийского резерва «Спартак» стала чемпионом Московской области. Титул они завоевали во время финала четырех, который прошел в Химках. Мой коллега Григорий Ворванин пообщался с чемпионами. Дмитрий Билых – снайпер юношеской команды «Спартак». Любимых точек для броска две. Угол баскетбольной площадки и линия штрафной. Снег-баскетболист чаще всего попадает в корзину. Во время одного из матчей набрал 46 очков из 93. Это говорит результат ежедневных тренировок. Надо было каждую тренировку пытаться что-то улучшить в своем метании броска. То есть надо было каждую тренировку бросок отрабатывать правильно. Дмитрий подтвердил свое мастерство в импровизированном мини-турнире по штрафным броскам. Результат – три попадания из пяти. Последний. Ноль из пяти. Какую ошибку я допустил, когда бросал? Ну, вы постоянно мяч заставали из-под юбки. Надо сразу мяч поставить над головой и потом уже пускать мяч. На ежедневных тренировках отрабатывают не только броски, ведение мяча и многочисленные комбинации в атаке, а также расстановка во время обороны. Капитан юношеской сборной Эрик Черных уверен, доведение до автоматизма всех элементов помогает во время ответственных матчей. Так и произошло в начале апреля, когда люберецкие баскетболисты в финале четырех в упорной борьбе со счетом 45-41 обыграли соперников из Павловского посада. В финале надо было иметь силу воли и отстоять, чтобы забивать и защищаться. Спустя время уже все налаживается. Став чемпионами Московской области по баскетболу, люберецкие спортсмены почувствовали вкус победы. И теперь ребята хотят выигрывать все матчи и турниры. На тренировках они стали тренироваться еще лучше, азарта стало еще больше. И в принципе ребята сейчас этим делом горят и живут баскетболом. В этой команде есть ребята, и их немало, которые при должном отношении к делу, при том, что они будут очень стараться и очень любить баскетбол, они могут в будущем что-то достичь. Сейчас ребята готовятся к очередным соревнованиям. В начале мая им предстоит сыграть в суперфинале открытого межрегионального турнира по баскетболу Кубок Феникса. Он пройдет в Саратове.